приветствую друзья мои с вами на связи александр и решил выделить несколько минут для того чтобы ответить на пару комментариев дать парочку советов и просто вместе с вами пообщаться а теперь в самом начале небольшой музыкальный отрывочек я думаю что все вы вспомнили что это за композиция хорошо начинаем основную содержательную часть нашего с вами общения и давайте начнем из комментариев сейчас я открою на страничка закрылась у нас я выбрал пару комментариев на которые сейчас отвечу значит первый комментарий если мне память не изменяет он относится к различным произведениям которые я исполняю и как я рекомендую их играть значит суть его сводится к следующему одну секундочку здравствуйте не скажете в двух словах вы повторяете постоянно все что умеете играть то есть держите на плаву все те песни которые играете или нет и не расскажете через сколько дней можно повторять уже выученные песни на ваш взгляд там раз в два в три четыре дня остальные дни и учить что-то новое с каждым выученным произведением приходит мастерство игры на гитаре вы как считаете и произведение нужно ли накапливать или можно со временем отбрасывать я так читаю потому что без знаков применения прям одним предложением все написано но суть понятная дмитрий задает вопрос дмитрий значит по поводу того держу ли я в памяти все произведения отвечу на этот вопрос с двух аспектов первый аспект на самом деле есть определенный набор произведений которые действительно находятся у меня память это произведения как правило те которые я разбираюсь со своими студентами со своими учениками эти произведения отобрал потому что они на мой взгляд носит красивый музыкальный смысл интересную гармоническую нагрузку и растут технически по мере совершенствования мастерство моих учеников и мы потихонечку разбираем эти произведения разумеется с различными учениками эти произведения я прохожу, поэтому они у меня в памяти. Если брать этот вопрос другого аспекта, есть определенное количество произведений, которые я также повторяю, они у меня в памяти, но эти произведения я не разбираю со своими учениками, во-первых, потому что они нравятся мне и могут не нравиться моим ученикам, как знаете, вопрос вкуса, на вкус и цвет товарищей нет. А во-вторых, эти произведения, они более продолжительные в плане исполнения по времени, и нет смысла эти произведения учить 10 или 15 занятий, потому что моя задача дать своим ученикам удочку, чтобы они сами научились ловить рыбу, дать основное направление, чтобы любой из студентов смог выучить произведения, которые ему нравятся, и сыграть то или иное произведение. Еще здесь один важный нюанс, попутно отмечу, знаете, когда вы достигаете определенного уровня в плане игры на гитаре, вам не нужно держать все произведения в голове, вы можете их исполнить, просто взяв гитару. Так же самое, мы с вами играли в произведении только что от рыбочек из «Подмосковных вечеров», вы можете его и сыграть различными вариантами. Классическим, например. Ну и так далее. Или можно сыграть с элементами фингерстала, когда вы добавляете элементы боя. Более того, вы даже можете сыграть произведение, просто перенеся мелодию, в басы. И вы интуитивно будете ощутить, в какой тональности проще это произведение исполнить. Потому что ту же самую композицию можно сыграть, скажем, в других тональностях. Все минори на тон поднять. Или в до минори. Ну и так далее. Хотя здесь тоже нормально. В некоторых тональностях постоянно задержан указательный палец. И немножко сложно будет новичкам играть с баре. Хотя, если тональностях подходит под сопровождение голоса или в дуэте с каким-то инструментом. Вот в чем и хорошо, попутно отмечу, умение самостоятельно делать аранжировки. Вы даже не думаете о том, какую ноту сыграет, в какой тональности. Просто взяли интуитивно гитару, и у вас мелодия полилась. Это определенный навык, который формируется с течением времени. И вам уже не нужно бегать, искать различные там переложения, табулатуры, ноты. Научились однажды делать аранжировки. И все, этот навык у вас остался на протяжении всей жизни. Относительно того, нужно ли произведения накапливать и потом их отбрасывать. На самом деле, есть естественные тенденции, когда вы совершенствуетесь. И те произведения, которые вы раньше играли, они или достаточно простые, или скучные, или просто уже пройденный этап, вы их не играете. И это время тратите на то, инвестируете в то, чтобы играть в более сложные произведения, совершенствовать свои навыки. Хорошо, плавненько переходим к следующему вопросу от Максона. Вопросик такой, двоеточие, Максон пишет. Как тренировать пальцы левой руки, особенно безымянный, безымянный и мизинец? Постараюсь объяснить, как только смогу. Безымянный, например, практически не двигается, если остальные пальцы на струне, скажем, поставив четыре пальца на одной струне, на четырех ладах, я могу указательным средним пробежать по струнам, а вот безымянный сам по себе не отрывается, только с мизинцем. Или, скажем, при перестановке с аккорда АЕМ на аккорд С, я не могу просто поставить один безымянный палец на пятую струну. Мне приходится отрывать и средний палец, чтобы им фигурально выражаясь, подтолкнуть безымянный. Опять же, мизинец, например, при постановке аккорда Ф, H, E, M, G, M и так далее, короче, всех аккордов, где используется мизинец, все пальцы встают на свои места, а мизинец делает, так сказать, полукруг, как бы ищет струну, а потом только встает на место. Ну, вопрос понятен, потому что комментарий длинный, не буду до конца его читать. Есть ли определенные упражнения, спрашивает Максон. Да, есть упражнения, я читал этот комментарий, правда, не до конца, перед тем, как записывать это видео, но суть, я думаю, вам понятна, что безымянный мизинец как будто бы не слушается. Есть элементарные упражнения. Значит, смотрите, какие пальцы у вас меньше всего развиты, в данном случае это безымянный мизинец у Максона, и на них делаете акцент. Покажу парочку упражнений. Значит, первое упражнение, вы просто от мизинца к безымянному двигаетесь по струне. Вот по первой струне, потом по второй, и вот так вот к шестой струне передвигаетесь. Потом заменяете не мизинец безымянный, а вначале безымянный, потом мизинец. Снизу вверх играете, от тонкой к толстой струне, а потом от толстой к тонкой, ну, можно начать тоже с мизинца. И потом от безымянного к мизинцу. Вот. И, разумеется, это упражнение можно играть на различных ладах, на различных позициях и в одном порядке, и в другом порядке. У вас, получается, развивается самостоятельное движение, независимое движение вот этих двух пальцев. Еще такой момент, так как у нас безымянный находится между средним и мизинцем, неплохо было бы задействовать группу всех этих, из этих трех пальцев. Можно поиграть вот такое вот упражнение, когда вы мизинец, безымянный, средний, мизинец, безымянный, средний. То есть четвертый, третий, второй. Играете по одной струне, потом по второй, по третий. Ну и можно в обратном направлении, начиная со второго пальца. По второй струне. И по первой. Ну, струны тут, на самом деле, можно играть любые, тут без разницы. Абсолютно главное, чтобы развился вот этот навык. Это то, что касается упражнений. Что относительно того, что в аккордах у вас, получается, петлю делает во времени мизинец. Я рекомендую вообще аккорды, когда вы играете на баре, ставить не поочередно, пальцы зажимая, указатель, например, вот вы, там аккорд какой, скажем, F, да, вы пишете вот F. Указательный, потом средний, потом безымянный, потом мизинец. Не нужно поочередно ставить. Нужно просто ставить таким образом, как аккорд этот у вас и должен стоять. Одновременно все пальцы. Как-то печать такая, оп, и поставили. Вот мы, например, упражнение можно такое проиграть. Поставили этот аккорд, F на первую ладу, и потом пошли по всем ладам. И обратно. Можно разгиа, да, просто пальцем так проводить, а можно аккуратненько, потому что у нас сейчас акцент именно на левую руку, не на правую, чтобы тут благозвучно все звучало, а чтобы все чистенько звучало в правой руке, в левой руке. Это первый вариант упражнения. Второй вариант упражнения вы можете уже, когда у вас более-менее вы двигаетесь поочередно, по ладам, немножечко диапазон расширять. То есть играете первый лад, второй, первый, третий, первый, четвертый, первый, пятый, первый, шестой, первый, седьмой, например, ну и так далее. И ваша задача прям четко попасть на нужную позицию. Разумеется, в обратном направлении тоже можно сдвигать как бы от седьмого, ну, потихонечку приближать. То есть на самом деле огромное количество различных упражнений. Главное, чтобы четко попадать на нужные лады. То же самое относится и к форме аккорда, который вы пишете G, H, M, да, вот он, H, M, C минор, ну, можно с первой позиции и по одному ладу так вот двигать. И потом через лад, первый, второй, первый, третий, первый, четвертый, первый, пятый, первый, шестой. То есть это настолько базовые упражнения, что они, на мой взгляд, очевидны. Но, думаю, вы посмотрели, вам эти упражнения могут пригодиться, каким образом развивать безымянный и мизинец и также как перемещаться по аккордам для того, чтобы пальцы у вас не делали петли. Хорошо, видео у нас получилось практически 12 минут. Спасибо за то, что вы были со мной. Надеюсь, что было кому-то интересно, полезно, познавательно. Обязательно ставьте лайки, если в этом видео вы для себя что-то подчеркнули или вам кажется, что это видео может пригодиться другим гитаристам начинающего уровня и не только, может быть, начинающего. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно делитесь этим видео в социальных сетях. Задавайте мне вопросы в комментариях. С удовольствием с вами общаюсь. Ежедневно нахожу время. Очень приятно, на самом деле. И спасибо еще раз. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.